видео подготовлено с сайтом онлайн gtz . нет физика восьмой класс отвечаем на вопросы из упражнения 45 и сейчас задание номер три здесь нужно перечертить тетрадь рисунок 137 и дальше построить для каждого случая положение отраженного или падающего луча начнем с того что проведем перпендикуляры в каждом случае к отражающей поверхности в точке падения луча следующим образом находим точку падения и угольником с помощью прямого угла наугольники проводим перпендикуляр лучше это сделать пунктирной линии к отражающей поверхности здесь я это делаю сейчас на глазок перпендикуляр к отражающей поверхности в каждом случае проводим и остается только один рисунок на котором проводить перпендикуляр мы не будем потому что он полностью совпадает с положением луча пришлось бы проводить сверху получу теперь мы будем проводить недостающие лучи где-то это падающий луч а где-то отраженный на первом рисунке падающий луч уже нарисован проводим только отраженный луч падающие луч отраженные под одним и тем же углом к перпендикуляру проведенному ранее дальше здесь вот на на втором рисунке нарисован уже отраженный луч значит нужно добавить падающий каждый раз должен выполняться закон отражения света угол падения ла равен углу отражения с помощью транспортира это можно сделать тетради я здесь стараюсь на глазок как можно более точно нарисовать недостающие лучи тетрадь все эти изображения из учебника можно перенести по-разному наложив на окно бумага немного просвечивает перевести на кальку второй способ можно сфотографировать распечатать и вклеить тетрадь и дорисовать недостающие лучи и теперь обозначим где луч падает где отражается с помощью стрелочек первый рисунок падающий луч нарисован рисуем отраженный второй рисунок отраженный луч нарисован рисуем падающий третий рисунок падающий есть Нужен добавить отраженный Дальше еще падающий луч подрисовываем На следующем рисунке падающий есть Показываем как он отражается Еще один рисунок падающий есть Показываем как он отражается И еще на одном рисунке падающий луч есть Нужно показать как он отразится Остался один рисунок на котором мы не перпендикулярно рисовали Не падающий отраженный луч Падающий есть отраженный 0 градусов здесь угол падения луча а угол отражения будет тоже 0 градусов. Значит, отразится лучше туда же, откуда пришел. Нужно просто поставить стрелочку в противоположную сторону. Задание выполнено. А если вы хотите видеть, как выполняются и другие задания, следите за новостями с сайта online-gdz.net в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал online-gdz на YouTube.